умножаем радость сегодня в иерусалиме дождь прям конкретный такой дождь и значит в иерусалиме сегодня дождь секундочку почему-то у нас фейсбук не включился непонятно почему фейсбук не включился значит все остальное включилась и сейчас включится и фейсбук значит а если не включится значит и не надо так работает мир это очень удобный подход к миру потому что когда ты понимаешь что здесь ограниченное влияние на мир и что твои планы это всего лишь запрос а тот кто этот запрос реализовывает это всевышний который тебя любит и кто лучше тебя знает что в его мире лучше и чтобы не было это все для добра то это очень удобный подход поэтому видите вот сейчас включился фейсбук а если бы не включился тоже ничего страшного на все воля всевышнего хорошо друзья сегодня у нас урок тары идет для полного выздоровления надежда дочь анны надежда бат она один из наших друзей партнеров спонсоров это его мама и делать операцию и чтобы прошла операция успешно и чтобы все кому нужно выздоровление да вот надежда бат она якобы написал правильно чтобы было полное выздоровление успешной операции надежда бат она и чтобы все кому нужно выздоровление чтобы тоже она к ним пришло и как мы знаем что когда ты молишься за кого-то то всевышний помогает тебе поэтому это очень важно вкладывать других людей я прямо коротко расскажу у меня сегодня прям было такое классическое классическое вот как это работает далее очень люблю как вы видите как а вот эти духовные законы они они работают это такая же как математика физика только это духовные законы сегодня молитва значит у я молюсь в каньоне в работе такой есть там бэтнесет синагога утренний утренняя молитва помолился и заканчивается молитва в девять и я обычно в девять выезжаю из каньона там такая крытая парковка торговый центр и значит еду домой ехать мне 55 минут ливень такой ливень ливень и смотрю выходит из синагоги дедушка такой пожилой такой очень человек и он такой ходит но не сильно пожилой пожилой где-то может лет 70 и лучше то ходит такого смотрит ходит смотрит ходит спрашивает а типа ты куда едешь я говорю я иду в рамот бэд дождь дождь и ему нужно доехать до какого-то другого места я спрашиваю вам куда надо доехать он говорит мне нужно там в другой рамот но это для меня ехать там 10 минут например я говорю ну давайте я вас подвезу он или так вам же в другую сторону я говорю ну мне в другую сторону но я вас подвезу мне как бы раз мы уже молимся так как делать добрые дела это такое же как молитва это такая же заповедь как молитва поэтому что если на молитву нахожу время на доброе дело не найду давайте вас подвезу хорошо подвожу его до куда ему нужно было до дома дочь такой ливень подъезжаю к своему дому есть одно место на парковке прямо она всегда занята возле прям возле лестницы самая близкая к моему дому я подъезжаю и именно это место свободно на парковке то есть я обычно отшел бы по дождю там ну и так далее искал вместо на парковке но значит именно вот прям конкретно тут я я подъехал и это место было свободно то есть прямо иногда сразу срабатывает иногда не сразу чтобы была наталья хабатывая тоже полное выздоровление чтобы было у нее выздоровление души выздоровления тела все болезни тела этого следствия каких-то наших духовных тоже вопросов то вся наша жизнь здесь в этом мире это проекция духовного духовного такого мира хорошо но и мы изучаем как жить в радости потому что прямо вчера тоже встречался с одними своими друзьями и было очень красиво есть же у нас бот совета любавичского рэба 365 советов я вам показал как работает этот бот и значит показал как работает этот бот и нажимаю просто случайный совет и он дает вот такой совет представляете сейчас я вам покажу избранная дает вот такой совет этот бот совет рэба я его еще сохранил значит а выпал нам вот такой вот совет есть бот 365 советов любавичского рэба это мы сделали во икра такой бот можно ими пользоваться все кто ходят на уроки могут пользоваться этими советами значит вышел такой совет депрессия вот слушайте депрессия тревога пессимизм вредят каналам благословения свыше книги зоар эта книга главная по каббале сказано существует нижний мир наш мир есть мир высший нижний мир постоянно принимает от высшего но принимает он точно в соответствии со своим положением если нижний мир преисполнен яркой радости ему дается просветление сверху погружены в депрессию и тревогу он подвергается строгому осуждению поэтому служите богу в радости и радость человека приводит другую радость свыше то есть когда мы здесь создаем радость или помощью кому-то или сами внутри себя создаем радость то чем мы сейчас занимаемся мы изучаем как внутри себя создавать радость то в этот момент мы включаем даже не включая мы становимся способными принять благословение свыше теперь если наоборот чек может сказать а как я могу радоваться мне сейчас плохо тебе сейчас плохо потому что ты вчера позавчера позапозавчера что-то делал неправильно ты создал предпосылки тебе идет сейчас плохо но вопрос ты какой ты сейчас если ты сейчас изменишь свое положение снизу в сторону радости добра какого-то выполнения заповеди так далее то ты посылаешь новые сигналы наверх как бы новую программу и ты способен принять это намного больше света чем если ты сам сжался от неприятностей неприятности пришли уже ты ничего не может с этим сделать пришли неприятности надо было раньше думать знаете как говорят тем ну о чем ты раньше думал надо было раньше думать а но я уже то они пришли раньше они думал раньше яágен занимался непонятно, но уже и сейчас пришли, так сейчас подумай, подумай сейчас, и если ты их воспримешь с благодарностью, скажешь, спасибо Всевышнему, все, я рассчитался, классно, рассчитался, научился, понял, осознал, и ты сейчас перевернул все в позитив, то тогда завтра придет отдача за сегодняшний позитив, и сегодняшним позитивом ты открыл себе совершенно новые, как бы Wi-Fi, новые каналы принятия благословения, которые до этого были закрыты, и оп, тебе, да, неприятность пришла, но одновременно может прийти много очень хорошего, поэтому мы очень сейчас занимаемся важной работой, изучаем, как быть радостным, и сегодня у нас одиннадцатый, одиннадцатый у нас сегодня барьер, это последний барьер будет сегодня у нас, одиннадцатый барьер, который лишает человека радости, то есть автор этой книги, автор этой книги, значит, он вначале привел барьеры, который человек уводит из радости, и вот мы уже дошли до одиннадцатого барьера, и одиннадцатый барьер называется, знаете как, удивительно, прям вот, я думаю, знаете, я перевожу просто, деньги и другие вожделения этого мира, это барьер для радости, то есть деньги, сейчас мы узнаем, деньги, ничего в них плохого нет, но они являются барьером для радости, как это работает, начинают он с того, что каждый хочет, чтобы было у него больше денег, действительно, царь Соломон, мудрейший из людей, он сказал, что когда человек умирает, половина из того, что он хотел, нет у него в руке, и каждый человек, если у него сто, он хочет двести, если двести хочет четыреста, у каждого человека, как вшито желание дышать, вшито внутри, в прошивку, как бы инстинктивное желание пить, дышать, жить, также человеку нужны деньги, и каждый, мало этого, должен еще и лид парнес, каким-то образом человек должен их получать, то есть даже если он получил их наследство, давайте подумаем, ну, кстати, притчи говорят, что наследство, это все, что легко приходит, нету в этом благословения, то есть когда на человека сваливается что-то незаработанное, то в этот момент придется за это потом рассчитываться, это один из любимых моих, таких поговорок, убеждений, что деньги или зарабатываются, или потом за них расплачиваются, то есть все, что ты получаешь в этом мире, ты или ты получил, ты заплатил до, как бы заработал, да, своей работой усилиями, или если ты получил вот так вот легко, то тогда тебе придется за это расплачиваться, и все вот эти сейчас разговоры про зарабатывать денег легко, в кайф и так далее. Потом мы смотрим на них, которые все эти разговоры рассказывают, как Блиновская, которая очень много рассказывала про лёгкость зарабатывания денег. Это очень, мы видим, потом приходит расплата. То есть, если человек зарабатывает тяжело, он заработал, он до этого заплатил, ему было тяжело, как со спортом, да? То есть, или ты, или с радостью. То есть, есть, например, человек радость, вот мы сейчас учим, уже сегодня у нас 16-й урок про радость. Мы учимся, мы там, ну, реально напрягаемся. Кто повторяет ещё, молодцы, да? То есть, мы прям реально боремся за эту радость. Мы учимся очень сильно. Это один вариант. Другой вариант, человек взял, выпил там два стакана алкоголя крепкого, ему радостно. Только это называется радость, украденная у завтрашнего дня. Да? Вот это вот Дмитро Латуха привёл отрывок из Мишлей, правильно, что наследство поспешно схваченное, впоследствии не обернётся благословением. Притча, да. Хорошо. Теперь, значит, он говорит, что всем нужны деньги, всех по-разному зарабатывают. И какая в этом проблема, он говорит? Почему деньги и другие вожделения этого мира, они именно убирают радость? Давайте разберёмся, он говорит. То есть, деньги – это не проблема. Вообще не проблема. Деньги – это энергия. То есть, если у тебя деньги – это прекрасная вещь, вообще великолепная. Но весь вопрос в том, как ты к этому относишься. И он говорит такую нам фразу, очень она такая, ну, фундаментальная, что когда ты занимаешься тем, что тебе не хватает, то ты углубляешь ту яму, в которой ты находишься. Что он имеет в виду? Вот смотрите. Сижу я, например, и думаю, эх, хочу заработать там миллион долларов, да? Не хватает, не хватает, хочу. Вот будет у меня миллион, буду счастливым. А сейчас? А сейчас не хватает. Да, нужен мне миллион. То есть, всё то время, когда я занимаюсь тем, что мне не хватает, то я нахожусь… Внимание человека, его намерение увеличивает то, куда оно направлено. Если я… Как можно подойти к вопросу? Например, человек зарабатывает там 100 рублей, да? Если человек зарабатывает 100 рублей, к примеру, просто я говорю, 100 там единиц к чего-то, и он хочет заработать 200, то у него есть два варианта. Первый вариант, он говорит, спасибо за 100, и как прекрасно, что я могу заработать 100, и как это великолепно. Я могу, значит, ещё тут добавить, здесь добавить, там добавить, и даст Бог 200, будет 200. Вообще отлично. То есть, он не занимается тем, что ему не хватает, а он занимается тем, что у него есть, и он то, что есть, увеличивает. То есть, есть вопрос, куда направлено твое внимание? На полупустой стакан или на полуполный? Дальше он говорит такую вещь, что когда человек привык смотреть на то, что ему не хватает, он как будто бы увеличивает свою жажду. И когда само понятие недостаток, оно приводит к грусти. Само понятие, когда у тебя много и есть избыток, то оно приводит к радости. Он говорит, есть вопрос, на что ты обращаешь внимание? Значит, дальше он говорит такую вещь. Вот приводит он пример из другой чуть-чуть сферы. Эта сейчас сфера идет не про деньги, а вообще про отношения к тому, что тебе не хватает. Вот он приводит какую-то девушку, и эта девушка, она, значит, обнаруживает, что есть у нее недостаток, и она хочет выйти замуж. То есть, она хочет выйти замуж, создать семью, и вот она начинает чувствовать себя немного несчастной. Ей не хватает. Да? И у нее, значит, плюс к тому, что ей не хватает, у нее начинаются еще и страхи. Она начинает думать, что мне дальше будет не хватать, а может, я вообще не выйду замуж, например. Да? То есть, она сосредотачивается на том, что ей не хватает, и еще и увеличивает то, что ей не хватает. От этого ей становится только хуже, настроение у нее ухудшается. Но она решает, что просто так об этом думать нет смысла, и она начинает действовать. Она начинает действовать, она начинает искать себе мужа там, и так далее. Вот она выходит замуж. Но с этим способом мышления ее недостаток не заканчивается. То есть, теперь ей нужна квартира, теперь ей нужны дети, теперь ей нужны деньги, теперь ей нужно, чтобы муж к ней хорошо относился по ее меркам. То есть, человек, который сосредоточен на том, чего ему не хватает, он никогда не будет сыт, никогда он не будет, не восполнит. Потому что сколько бы он не наполнял то, что у него есть, вот он хотел, наполнил, но его привычка смотреть на то, чего нет, она остается, и он постоянно остается голодный и неудовлетворенный. Дальше. Приводит он еще более простой пример вожделения, да, когда человек смотрит на то, чего ему не хватает. Человек, который хочет, вот он работает где-то, да, на какой-то неинтересной работе, и он хочет, хочет гамбургер, да, съесть. Вот он думает про этот гамбургер целый день, что ему не хватает гамбургера. И после того, как ему не хватает гамбургера, он целый день думает, вечером приходит, съедает этот гамбургер, и потом он, наевшийся, возвращается домой, уставший, и, значит, и денег у него нет, и в итоге у него только лишние калории, лишний вес, и ничего в этом хорошего нет. То есть, он нам хочет донести такую мысль, что на каком бы вожделении ты не сосредоточился, если твое внимание на том, что тебе не хватает, то тебе всегда будет не хватать, то есть, это ведет к грусти. Да, действительно, вот я работаю когда с людьми, я, представляете, до 47 лет у меня была такая концепция, я говорил так, что негативные эмоции, они имеют большую силу, и, так как весь мир, он уравновешенный, то я людям советовал так, вот до 47 лет сам так жил, и всем советовал, придумай себе какую-то большую цель, вот прям большую, что тебе реально не хватает. И, значит, страдай из-за того, что тебе ее не хватает. То есть, если ты реально по-настоящему страдаешь, то ты свое количество страданий, которое у тебя должно быть в жизни, ты выгребаешь. Но как ты их выгребаешь? Это же нет страдания физически, это не потери чего-то. Это страдания, которые у тебя есть, то есть, тебе не хватает реально, но чего тебе не хватает? Это разница между тем, что есть у тебя сейчас, и то, что ты хочешь получить. Теперь, если ты по-настоящему сильно страдаешь, так я советовал людям, то это страдание, первое, заставляет тебя действовать. То есть, у тебя появляется много сил, негативные эмоции, они дают человеку силу действовать. Так заложено в психике, что когда человеку страшно, он убегает или он борется. То есть, все негативные эмоции дают человеку очень большую силу действовать. Я считал, у меня была такая концепция, я тренер был по достижению целей, по сверхдостижениям, что таким способом в жизни ты выигрываешь две вещи. Первая вещь, которую ты выигрываешь, что ты выбрал себе сам страдание от того, что у тебя нет того, что ты хочешь. То есть, это самый легкий способ страдать. Зачем нужны болезни, зачем нужны какие-то неприятности. То есть, это же реальные страдания, которые вдруг неожиданно приходят. А здесь у тебя страдания, которые ожидаемые страдания, подготовленные страдания. Ты страдаешь, потому что тебе не хватает того, что ты хочешь получить. То есть, это нормально, я считал, что это самый лучший тип страданий. Теперь, этот тип страданий заставляет тебя действовать. И ты все время действуешь для того, чтобы добраться до той вершины, которую ты себе поставил. Теперь, пока ты не добрался, ты страдаешь. Значит, ты убрал у себя другие страдания. Если ты по-настоящему страдаешь, то тебе с неба уже больше страданий не посылают. И ты двигаешься, лезешь на эту гору. Теперь, а как быть с удовольствием? Я всегда по моей концепции, так как Всевышний очень справедливый, то удовольствие он тебе пришлет. Если ты нормально страдаешь, то он тебе где-то пришлет удовольствие. И эти удовольствия уже какие будут, такие будут. То есть, я считал, что лучше выбрать себе страдания, чем люди, обычно люди, они выбирают себе удовольствие. Они думают, какой гамбургер я куплю, куда отдыхать поеду, как я буду там. То есть, люди очень всю свою жизнь тратят на то, чтобы выбирать удовольствие. А страдания к ним приходят неожиданно. Они потом, ой, а что ж такое у меня... То есть, они накайфуются, а потом расплачиваются. И страдания приходят неожиданные. Я для себя считал, что лучше выбранные страдания и неожиданные удовольствия. И так я жил до 47 лет. Теперь что? Но он здесь говорит нам другую вообще концепцию. Он нам говорит, какую концепцию? Он говорит нам концепцию... Ну, пока он, кстати, ничего не говорит. Он просто нам показывает, как работает, а я из опыта объяснил. Дальше мы дошли до высказывания его учителя Рабина Ахмана. Рабин Ахман говорит так, что вот люди, которые как бы погруженные, упавшие в вожделение Мамона, в вожделение имущества. И они верят, что Всевышний... А, военам. И не верят они, что Всевышний может их обеспечивать, даже если для этого будет причина очень маленькая. То есть, они люди, которые погружены в вожделение денег, они не понимают, что Бог может дать любое количество денег, даже за маленькое усилие. Они гонятся за деньгами, очень много усилий предпринимают для этого. И кушают они свой хлеб в грусти, как написано, в грусти будешь есть свой хлеб. И, значит, их грусть потом переходит в мараш-хура, это в горечь черную. То есть, он говорит, что те люди, которые погружены вот в эту вот погоню за деньгами, они в итоге приходят к черной какой-то депрессии. Представляете? Дальше он приводит из письма Веленского Гаона тоже один отрывок. И говорит, что мир, похожий на этот мир материальный, похож на человека, который пьет соленую воду. И он пьет, но никак не может напиться. И чем больше он пьет, тем больше его жажда. И, как мы знаем, он говорит, что не бывает, чтобы человек умер, и половина из его вожделения была в его руке. То есть, здесь, опять же, здесь он пишет нам не о том, хорошо это или плохо, стремиться к деньгам. И не пишет он нам, хорошо или плохо деньги. Он пишет, что вот это стремление к деньгам, оно у человека крадет радость. Это он пишет. То есть, все, на этом он заканчивает. И дальше последняя глава, я решил отдельно ее не выделять. И завтра, чтобы мы уже начали учить, уже его как бы начинается уже, а что делать. То есть, пока он нам показал, что не делать, что крадет радость, привел он нам 11, 11 привел он нам барьеров к радости. И 12, я решил его просто, ну, я в двух словах о нем скажу. 12 он назвал воры радости. И воры радости, это все искусственные, искусственные, значит, ну вот алкоголь, это радость украденную с завтрашнего дня. Наркотики, это радость украденная там у жизни вообще. Антидепрессанты, это радость, которую ты на нее подсаживаешься, и ты потом без нее не можешь. То есть, все вот эти вот вещи он называет ворами радости. И он говорит, что радость настоящая, она внутри, ее можно выращивать без всех этих вещей. Я вспоминаю, кстати, исследования насчет антидепрессантов. Проводили исследование, взяли три группы людей, у которых была клиническая депрессия. И, значит, первая группа, они начали тренироваться. Каждый день они начали заниматься физическими упражнениями и не принимали антидепрессантов. Вторая группа, она принимала антидепрессанты и занималась физическими упражнениями три раза в неделю. Третья группа принимала только антидепрессанты. В результате те, кто принимали только антидепрессанты, 51 или 57%, они убрали симптомы депрессии на то время, пока они принимали антидепрессанты, но как только они перестали принимать, все симптомы вернулись. Те, которые принимали антидепрессанты и занимались спортом, у них было 57 или 61%, то есть больше, чем у тех, кто только таблетки, но что самое интересное, те, которые занимались ежедневно спортом, у них было 67% убрали симптомы депрессии, то есть ушли. И те, кто занимались только спортом, когда через 6 или 10 недель сделали повторное исследование, у 90% сохранилось их позитивное состояние, то есть у них не вернулись симптомы депрессии даже через 10 недель. Те, которые были на антидепрессантах, только на таблетках или антидепрессанты со спортом, у них вернулись симптомы, эффект был меньше. То есть спорт излечивает от депрессии, потому что это естественный путь, но это тяжелый путь. Что человеку легче? Час заниматься спортом или скушать таблетку? Поэтому большинство выбирают скушать таблетку, не понимая, что таблетка, она только меняет на чуть-чуть состояние, но реально она ничего не меняет в жизни человека, а спорт реально меняет. Хорошо, с этой книгой мы разобрались. И теперь у нас вот эта книга, улыбайтесь, здесь такие короткие советы, которые позволяют соединиться со Всевышним и в итоге получить самую большую радость. Самую большую радость. Теперь, значит, сегодня вот такие два совета. Я хочу, чтобы мы рассмотрели. Значит, первый совет называется «Поднимите ваши глаза». Поднимите ваши глаза. Значит, совет такой, от чего мы получаем удовольствие, спрашивает он, откуда мы ждем помощи, кто может нам помочь достичь нашей цели, кто является нашей надеждой и опорой, к кому мы обращаемся. Это все вопросы. А нет, секундочку, у тебя выделил, вначале был другой совет, два совета сегодня мы рассмотрим его, да, еще три минуты у нас. Значит, первый у него был совет такой, «Два глаза» называется. Значит, как мы смотрим на других? У каждого из нас есть два глаза и два способа смотреть на мир. Первый способ – это смотреть на мир с позитивной стороны, полуполные стаканы. «Айн ту ван», наверите, это называется, хороший глаз. Другой способ смотреть – это «Айн ра», дурной глаз. И, значит, если мы смотрим на мир хорошим взглядом, мы видим в нем красоту. И чем сильнее в нас это хорошее зрение, тем больше красоты мы видим вокруг, в других людях, в мире и так далее. Но дальше, значит, если мы смотрим через хороший глаз, добрый глаз, то тогда мы видим доброту Творца. И тогда мы за всем этим хорошим мы видим Творца, который это все дает. Теперь, когда мы по-доброму смотрим на других людей, то они нам очень нравятся. И мы начинаем молиться за них, просить Творца, чтобы он послал им счастье, здоровье, успех во всем. И эта молитва за других приносит нам большое удовольствие, потому что она поднимает нас на новый, необычайно высоте уровень. То есть это способ один – смотреть на мир добрым глазом, позитивным глазом, видеть хорошее, видеть то, что есть, а не то, чего не хватает. Теперь, если мы смотрим на мир другим, дурным глазом, айнара, на иврите это называется, мы видим вокруг себя только врагов, и мы с нетерпением ждем их поражения. Мы выпускаем на этих врагов невидимый яд, который может их уничтожить и заставить, наконец, свалиться с пьедестала, который нам бы так хотелось занять самим. Проблема с этим айнара в том, то есть есть люди, которые реально тратят свое время на то, что они нападают на других, очерняют, оскверняют и так далее. Это называется злой глаз. Он говорит, ну в чем проблема? Проблема с этим айнара со злым глазом в том, что в ту минуту, когда мы включаем его, он тут же распространяет страшный вирус, смертельный яд, который поражает рикошетом и нас самих. Зло, которое мы желаем другим людям, атакует нас самих, иногда с такой силой, что оно поражает нас еще сильнее, чем других людей. Поэтому нужно приучить себя пользоваться только айнтова, только добрым глазом, а айнара, злой глаз, просто отключать. Постарайтесь улыбнуться любому человеку, который идет вам навстречу, всем, кого вы увидите. И тогда вы постепенно станете человеком, которого все любят, который любит всех. Вы станете тем удивительным человеком, которым давно мечтали стать. Это первый совет. Очень хороший совет. Значит, теперь и второй совет. Поднимите ваши глаза. Я начал его читать уже, что человек все время ждет откуда-то помощи. Он говорит, откуда ты ждешь помощи? Ну, обычно человек ждет от правительства, от каких-то людей, от родственников, от мужа, от жены и так далее. Он говорит, обычно по привычке, когда нам нужна помощь, мы смотрим вниз, ищем ответ в нашем материальном мире. Мы обращаемся за помощью к родителям, рассчитываем на свои силы и умения, надеясь, что своим трудом мы сможем заработать все на свете. И в этом наша ошибка. Мы забываем о самом главном источнике помощи. Поднимая глаза и обращаясь за помощью к Творцу, мы можем притянуть к себе его воздействие, его милосердие. И тогда у нас не будет нужды ни в чем. Ведь он один источник всего, и только от него все добро и богатство на свете. Мы должны приучить себя натренировать свои глаза и сердце, обращаться за помощью только к Творцу и полагаться только на него. Только так мы сможем заслужить то добро, которое исходит от него, и которое позволит нам все время улыбаться. Значит, все. Вот у нас есть на сегодня очень понятных два совета. Первое – это смотреть на все добрым взглядом. Искать во всем позитивную сторону. Смотреть на людей. То есть, как бы излучать добро. И обращаться за помощью ко Всевышнему, который как раз нас наполнит. То есть, я вам скажу так, что в человека, который пытается перестраховаться, который пытается там все, значит, просчитать, ничего не получается. Человек, который полагается на Всевышнего, как говорил нам царь Соломон, что «Птах или ашембеколи беха, положись на Бога всем своим сердцем и на свою бину, на свою логику не полагайся». То есть, все равно, если прет, то прет. А если не прет, то не прет. Все, тут никак не… Ничего ты не просчитаешь. Теперь, ну, чтобы перло, важно еще не только быть с Богом в хороших отношениях, но и с людям, с людьми. Как в Перфе вот нас учили мудрецы, что тот, что люди довольны им, Бог им доволен. Тот, что люди недовольны им, Бог им недоволен. Поэтому нужно выстраивать отношения с людьми позитивно. И, значит, ждать помощи от Всевышнего. Все, всем удачи, успехов, полного выздоровления. Надежды дочери Анны и всем, кто нуждается, и всех наших зрителей, и всех наших друзей в Икра, партнеров в Икра, спонсоров в Икра. Значит, чтобы всем Всевышний восполнил все ваши недостатки, то, что вам не хватает. Но, чтобы вы стали вот этим проводником добра, максимум выдавайте добра. Не жалейте добрых слов, комплиментов, хороших каких-то, помогайте там, кому можно, да. То есть, чем больше вы создаете вот этого исходящего потока добра, тем больше вас Всевышний наполнит этим добром. Как сказал Любавистий Рэбе в Зоаре сказано, что все идет с верхнего мира. И если в нижнем мире вы создаете предпосылки для добра, то идет вам добро с верхнего мира. Если вы внизу создаете предпосылки для зла, то, естественно, вы сами себе перекрываете добро. Все, до завтра, с Божьей помощью, и всем благословений, всем друзьям, партнерам и спонсорам Вайкра. Всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok